Привет, друзья! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на третью неделю игры Вязание на выбывание. И тема нашей третьей недели была шарфомания. В этой неделе мы должны связать что-то на шею. Шарф, бактус или что угодно. В нашей игре участвует 10 участниц. И сейчас разрешите мне их вам представить. Продолжение следует... Также хотелось бы в этом видео отметить от организатора этой прекрасной игры. Это Оля. Вязание из Германии. Она придумала эту игру еще 3 сезона назад. Это ее детище. И я очень ей благодарна за эту идею. За все организационные вопросы. То есть она все организовывает, все делает. И я ей очень сильно признательна. И два видео уже прошлых. Я очень хотела рассказать вам о ней, но постоянно забывала. И хочу поставить здесь фотографию ее, чтобы вы все с ней познакомились. И проходите к ней на канал. И тоже смотрите видео. И также я хочу познакомить вас с нашими спонсорами. И у нашей игры есть спонсоры. Какая игра может быть без спонсоров, правда? Магазин пряжи Mastered Yarn. Это Настя. Я буду ставить здесь фотографии, чтобы познакомить вас с владельцами этих магазинов. Следующий магазин Вяза Мания Шоп. Саша. Тоже поставлю фотографию, чтобы познакомить вас с ней. Дальше. Италиан Ярн Драга. Тоже поставлю фотографию. Владелицы. Потом. Amazing Wool. Или прокрубочки магазин. Следующий магазин маркера вручной работы. Knit Marker. Так что пять магазинов я вам объявила. И у нас также есть два дизайнера. Один дизайнер это Аня Жильцова. Она создает прекрасное описание для красивенных носочков. Которые как типа ежедневно, но в то же время захватывают глаз. И второй дизайнер это Оля Талерчик. Вы наверное их все знаете. Но ссылочки на них будут здесь под видео. И вы конечно сможете пройти, познакомиться со всеми ими. Посмотреть их сайты магазинов. И может быть поддержать их и выбрать для себя что-то. По традиции и по правилам нашей игры я хочу рассказать. За кого же я отдала голоса за прошлую неделю. Если вы помните у нас прошлая неделя была под девизом. Крылья ноги, а главное хвост. И все 10 участниц связали свои задания. Выполнили, выпустили видео вовремя. То есть никто не выбыл из нас пока что. Это очень хорошо. И я хочу рассказать вам кого же именно я выбрала. Выбирать конечно очень сложно. Все девчонки об этом говорят. Потому что команда сильная и все вяжут очень крутые изделия. Вот. Но я отдала первое место Вере с канала Вера Нытень подказ. За колготки, которые она связала для своей маленькой дочери. Колготки просто невероятные. И фотографии просто невероятные. Эти маленькие корочка детские знаете в этих колготках. Это просто настолько мило. И мне кажется это такой глобальный труд связать колготки. Тем более Вера сама делала расчеты. Сама все расчетовала. Рассчитывала, вязала и сделала. И мне кажется результат вообще реально очень крутой. Поэтому я даю Вере за детские колготки первое место. Второе место я хочу дать Аурике с канала Модное вязание. Аурика связала очень классные гольфы для своей дочери. Они в таком прекрасном сиреневом цвете. Сиреневый цвет можно сказать не мой любимый. Но тот цвет, который она использовала очень красивый. Она вязала из пряжи Ализе. Носочная. И просто очень красивые гольфы получились. Труд огромный. И сидят они на ее дочери просто прекрасно. И не знаю почему-то эта работа покорила мое сердце. И я дала ей второе место. Третье место я дала Оксане с канала Ворм Инженер. Она связала очень красивые такие перчатки. Длинные, ажурные. Я сама о таких мечтаю связать. И они мне почему-то очень понравились. Хотя они тоже такого голубого цвета. Обычно этот цвет не привлекает мое внимание. Но почему-то эти перчатки привлекли мое внимание. Проходите пожалуйста. Смотрите все видео девчонок. Посмотрите кто что связал. Кто что сделал. Как их процесс шел. Потому что повторюсь еще раз. Фотографиями сыт не будешь. Нужно пройти и посмотреть видео. И это просто настолько интересно и захватывающе. Также хочу напомнить вам о том, что вы тоже наши дорогие зрители. Можете принимать участие в этой игре. То есть вы можете кроме того, что вы смотрите видео. Вы еще можете во-первых голосовать за нас. То есть если вам понравилась моя работа или что-то другая. Конечно мне хочется призвать вас голосовать за меня. Да. Чтобы я выиграла приз зрительских симпатий. Но мне так же само будет приятно. Если вы проголосуете за любую из девчонок. Потому что все талантливые. Все вяжут очень классные работы. И та девчонка, которая займет место в вашем сердечке. Отдайте за нее свой голос. И пусть одна из нас выиграет приз зрительских симпатий. Вот. А также вы тоже можете еще вязать вместе с нами. Вяжите работы на эту тему. И отмечайте их в инстаграм, либо в телеграм хэштегом. Вся информация будет под этим видео. И вам 10 человек из зрителей выиграют приз. Почему 10? Потому что каждый из нас участниц выберет одного из зрителей в инстаграм или в телеграм. И мы пошлем одному человеку. Каждый из нас пошлет одному человеку подарок. Вот. Поэтому вы понимаете у вас выиграть приз очень высокий. И вам не обязательно связать на все 4 недели для того, чтобы выиграть приз. Для вас правила и условия намного помягче. Вот. Поэтому вяжите, отмечайте наш хэштегом свою работу. И также у нас есть в инстаграме и в телеграме эти группы, которые вы тоже можете подписаться. И слышать все о нас. Вот. Поэтому я приглашаю вас участвовать. Потому что все-таки главная идея игры вязания на выбывание. Именно для того, чтобы вдохновить всех вязать осенью. Красивые вещи, аксессуары. Вот. И вообще не отпадать от вязания. А постоянно вязать, вязать, вязать. Вот. Эту прошлую неделю я вязала проект, который я выбрала для этой игры вязание на выбывание. Для этой третьей недели. Проект я уже сформировался в моей голове уже несколько недель назад. До начала, несколько недель назад, до начала этой игры. И я ходила, мечтала о нем, бредила им. И я могла его связать. Также в видео я использовала пряжу Drop Slim. Ту, которую у очень многих людей есть доступ к ней. Мне лично эту пряжу подарила Вера на день рождения. С канала Вера Нытень Подкаст. И я из этой пряжи вязала первый раз. То есть это было мое первое знакомство, первый опыт. Также свое изделие, которое я вязала. Я старалась попетельно все рассказывать и схему поставила. Все сделала максимально для того, что если вдруг кто-то из вас хочет связать подобное изделие на шею. Я думаю, что вы легко сможете это сделать. Ну а если у вас будут, конечно, какие-то вопросы, то задавайте. Я постараюсь на них ответить. Итак, давайте пройдем к столу и посмотрим, что же у меня получилось. Привет, друзья! Начинаем третью неделю шарфомания. Пряжу я уже подобрала. Буду вязать с нут. Смотрите, у меня есть 4 моточка вот такой вот пряжи красивой. Мне дарила ее Вера с канала Вера Нытень Подкаст. Привет, Вера! Это пряжа Drops Mix. И что здесь у нас? Лима. Здесь 4 мм спицы рекомендованные. 50 грамм 100 метров. 65% шерсть. И 35% альпака. И вот этот рыженький такой цвет 0707. Мне кажется, это как, знаете, цвет кирпича. Такого рыженького. А вот этот вот цвет, он 0619. И этот такой красивый, видите, коричневый, как кофе с молоком. Такой миксовый цвет. И этот тоже миксовый. Он такой неоднородный. Я буду вязать, поставлю здесь фотографию узором таким осенние листики. И я здесь старалась его с фотографией перерисовать. Старалась нарисовать здесь вот такой желудь идет и листики. Вот. Не знаю, правильно нарисовала или неправильно. Но, в общем, буду стараться вязать. Буду набирать 120 петель на спицы 3,75 резинку. А основное полотно на 4 буду вязать. И хочу эти протяжки подхватывать хорошо, чтобы их особо не было. И чтобы такой вот был труба такая на шею. Такая достаточно плотная и ветра неподуваемая. Если получится. Посмотрим. Может быть. Хотя, может быть, я так думаю, даже карта. Может четверка. И маловато. Ну, посмотрим. Просто не хочется, чтобы он был расхлябанный. Хочется, чтобы держал форму. Вот. А резиночку на 3,75, чтобы не подворачивалась. Ну, в общем, посмотрим. Начну вязать и подключусь. Покажу. Кстати, вот этот узор. Я оставлю ссылочку в описании. Это девушка. У нее есть страничка в инстаграм. И она сделает дизайн такой кау. Но я не знаю, она сама рисунок создала. Либо она его откуда-то взяла. Вот этого я не знаю. Так. У меня уже среда утра. И смотрите, на каком я этапе. То есть, не очень много провязала. Вот здесь идет момент соединения. Такой же карт. Вот уже у меня крышечка от желудя и листики. Да. И сейчас идут вот низ желудя. И вы знаете, что я поняла, когда я трусила перед вами схемой. А, в прошлой кусочке. Вот этой. Я понимала, что здесь как-то слишком много крестиков каких-то. И я поняла, что это моя дочь. Она пришла, пятилетняя. И нарисовала, короче, лишние крестики. А мне пришлось перерисовать схему. И я сейчас покажу вам ее крупным планом. Вот розовым я отметила именно рапорт, который должен повторяться. И вы видите, здесь длина или как это? Количество петель 24 в рапорте, а высота родов 26. В общем, это как я вяжу схему, как я ее вот с вязанного полотна перерисовала. То есть, если вам понятна такая схемка, то можете... Я же буду продолжать вязать дальше свою работу. Я не решила точно, я хочу один или два рапорта листиков. Но, наверное, пряжа будет диктовать. Вот у меня так изнаночка выглядит. Я стараюсь подхватывать все эти. То есть, буквально каждые две петельки я подхватываю. Так я остановилась на том, что показываю вам изнаночную сторону. Потому что у меня периодически дочь тут прибегает и кричит. Вот. И я надеюсь, что когда это постирается, да, оно так немножко подваляется. И будет такая труба. Потому что я бы не хотела тут вязать еще изнаночную сторону просто лицевой глади, знаете. И не хочу, чтобы вот эти флотс или как они там протяжки за сережки там, да, или за что-то зацепились. Вот. И я вот прицепилась в эту полочку новую и очень горжусь ей. Ведь она здесь так под низом, металлическая. Вот. Ну все, пожалуйте мне успехов. Буду продолжать вязать. Привет, друзья! Решила к вам подключиться, рассказать о своих успехах. У меня сейчас уже пятница, 12 часов дня. То есть уже обед. Мы сейчас будем обедать. И хочу показать вам мой результат. То есть я придумала вот такую вот просто полосочку. И получается отмечаю, где я вяжу. Вот. Я провязала уже полтора рапорта. И вот я еще на первых двух моточках. Видите, оранжевый уже заканчивается. Это бежевый еще немножко есть. Вот. А что хочу сказать? Вязать классно. Мне нравится. Узор несложный. То есть ряды легко запоминаются. Вот я провяжу один рапорт, да. И уже дальше помню, что вязать. Но хочу сказать, что вот провяжу где-то три ряда, да, жаккарда. И начинаю уже делать ошибки. Поэтому я примерно вяжу как бы три ряда. А потом иду там 10 минут либо посуду мою, либо детишкам там что-то помогаю. Вот. Мне по-любому сегодня нужно довязать, чтобы на ночь постирать. И чтобы снуд сушился ночью. Вот. Что хочу сказать? Вот эти маркеры очень помогают. То, что я отделила каждый рапорт, помогает очень сильно. Мне кажется, узор очень красивый. Мне очень нравятся эти осенние вот листья дуба, да, и желуди. Просто вообще вот именно. Ну, вообще я давно хотела связать какое-то полотно полностью жаккардом. Но пока что на джемпер или кардиган я осмелиться не решаюсь. Вот. Нос, ну, мне кажется, достаточно классно. Плюс он идет же возле лица, да, постоянно на виду. Вот. И, ну, короче, нравится мне. Я не знаю. Конечно, стирать его в стиральной машине не буду. Потому что я помню Ольга Северного вязания. Она связала такой красивенный джемпер. Тоже, по-моему, из дропслима. Полностью жаккардом. И потом он свалялся. Поэтому мне нельзя такую ошибку повторить. Я рада. Благодарна ей, что она поделилась, да, своим опытом. Вот. Ну, и, как видите, схему, которую я вам показывала. То есть она правильная. Ну, вот, все хорошо получается. Поэтому, да, можете отскончить. Могу еще раз. Вдруг вы там, чтобы не перематывать видео, да. Вот так. Вот. Может вдохновитесь. Я, кстати, в интернете видела, кто-то вязал этот жаккард. Вот. И ниточку для листика взяли, который вот меняет цвет. Знаете, такая переходящая тоже очень красиво. И я обязательно что-то себе еще вот таким вот узором обязательно свяжу. Вот. Все. Буду вязать дальше. Очень мне нравится. Красота красивенная. Вот. И пожелайте мне успеха, чтобы я еще пол рапорта вот такого вот довязала. И после того, как я довяжу, ну, вот, получается один рапорт и второй целый, да. То есть половинка еще у меня осталась. После этого я примерю. Потому что мне хотелось бы, чтобы снуд шел вот от плеча и закрывал как бы нос немного. Ну, вот если его разравнивать. Я думаю, что после стирки он не должен быть таким, как сопля мягким. Я думаю, он немножко будет стоячим. Я так надеюсь, я не вязала никогда из дропслима. Поэтому. Но я вяжу уже на спицах 4 миллиметра. То есть достаточно плотно. И да, посмотрим. Очень мне нравится. Я так рада, что я взяла именно этот проект вязания. Он очень, просто очень нравится. Вот. Хотите, я вам покажу. У меня как тусята появились новые. Я для них еще не купила красивый, приличный вазон. Но они такие классные. Да? Подходят сюда. По цвету. Вот. Ну все. Всем успехов. Постараюсь к вам еще подключиться. Наверное, вечерком. Очень надеюсь, что я сегодня довяжу. Потому что по-любому. Если я не довяжу и он не будет сушиться у меня ночью. Тогда я не смогу сделать классные фотографии и видео на улице. Да? И тогда как бы не смогу, вы представляете, во всей красоте. Вот. Ну все. Пальчики. Вверх. И пошли вязать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, у меня уже 3 часа дня. Солнышко начинает темнеть. И я довязала рапорты. Здесь закончено. И я так примерила. Мне кажется, что длина вот именно идеальная. То есть я сначала думала, может мне нужно будет еще как полтора. Да? Половину рапортика еще. Но нет. Сейчас длина. Сейчас длина идеальная. И я буду заканчивать. Буду вязать резиночку тоже на 3,75. И буду вязать оранжевым цветом. Если вы видите, у меня вот здесь от первого моточка лимы практически ничего не осталось. То есть буквально здесь на один ряд. Но я не буду провязывать ряд. Потому что хочу, чтобы было симметрично. А вот от второго моточка немножко совсем поиспользовала. И вот у меня такое теперь желание связать себе еще шапку. Но это в будущем. Я думаю, вот связать отворот, например, оранжевым. Да? Такой двойной. А потом, например, я даже не знаю, если на голове влезет. Такой дна. Наверное, должен быть один рапорт. Но если двойной отворот, то не знаю. Может быть с подворотом здесь делать как-то. В общем, посмотрим. Я бы хотела еще такую шапку подходящую. Потому что пряжа позволяет. Ну, у меня достаточно ее. Вот. Ну, пойду довязывать резиночку и стирать. И уже завтра, наверное, к вам подключусь и покажу готовое изделие. Так, друзья. У меня быстрое такое диванное подключение. Снут довязала. У меня уже 9 вечера. Здесь скрещеная резиночка. Я так же сама вязала. А закрыть решила иглой. Потому что здесь я начинала. У меня крестообразный набор петель. Вот. А здесь получается, видите, вот. Просто иглой закрыт. И, короче, сейчас буду стирать. И посмотрю, когда после того, как высохнет. То есть у меня будет возможность либо вот этой стороной к лицу, либо другой. Вот. Размер мне нравится. Цвет нравится. Короче, все нравится. Теперь придется смотреть, как пряжа преобразится после стирки. Вот, кстати, смотрите. Если вот так, тогда желуди в правильную сторону. Да, смотрят. Окей. Вот. Оп. Все было. Я первый раз работала с пряжей Drop Slim. У меня впечатление очень хорошее. Кстати, увидела я вот эти длинные альпаковые волосята. О которых все на ютубе часто говорят. Но которые я не видела. Потому что в канадской альпаке нет вот этих волосят. Таких огромных. Вот. Я помню Drop Spoon. Тоже такие длинные есть. Вот. И здесь они тоже присутствуют. Дальше. Что хочу сказать. Drop Slim прикольно для жаккарда. Потому что нить скользит так приятно. И как бы выравнивается. Да. Вот. Когда на пальце легко подтянуть ее. Чтобы петли были более одинаковые. Вот. Мне теперь интересно, как она после стирочки раскроется. Не раскроется. То есть какое полотно станет ли она поплотнее. Или наоборот более эластичное. Вот это мне интересно. Вот. Ну вот. Теперь у меня опыт есть работы с Drop Slim. Вот такие делишки. Все. Пошла стирать. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 «Валяю» «Облево» Субтитры создавал DimaTorzok